70 лет в этот понедельник 22 января исполнилось актеру Леониду Ермольнику и прямо накануне юбилея журналисты агентства ТАСС взяли у него интервью. Это интервью наделало много шума, в нем Ермольник поддержал СВО публично и сказал, что некоторые его коллеги уехали из страны, потому что не поняли важности момента. Ермольник, судя по тексту в ТАСС, опять же, также говорит, что Россия на стороне света, а весь мир сошел с ума. Но знаете, все-таки интервью было текстовым и не то, чтобы ТАССу можно было полностью доверять. Поэтому мы решили спросить Леонида Ермольника напрямую, что это было и как интервью ТАСС повлияло на его дальнейшую жизнь. Вы знаете, я как-то уже суть по поздравительному интервью ТАССа, как угодно переставить запятые, можно сделать свои акценты. А то, что появляется в интернете вообще в средстве массовой информации, я периодически уезжаю, когда я никуда не уезжаю. Ты говоришь, что я ТАСС или ТАСС, а я в это время на массовом фильме, я уже к этому ко всему привык. Я на это реагировать не собираюсь, потому что так, как они хотят. Они, видимо, хотят это услышать, вот они читают это по-своему. А бывали ли какая-то реакция общественности на это интервью? Пусть не были, конечно, как всегда. И как вы к этому относитесь? Никак, как абсолютно. Я вообще никогда не реагирую много лет. А почему, если не секрет, почему вы поддержали именно сейчас специальную военную операцию? Я отвечал на вопрос. Поэтому, что хотят, говорят, людей не по словам нужно оценивать, а по поступкам. Ну, согласитесь, такой расплывчатый комментарий. Какие-то моменты кажутся, что Ермольник даже говорит, что ТАСС якобы как-то вырвал его из контекста, не там расставил запятые, не так понял. И поддержал на своего только потому, что он отвечал на вопрос. Ну, вот спросили. Когда мы периодически стали говорить, что мир сошел с ума, я считаю, что мир сошел с ума, в том числе и на нашей территории. Люди сошли с ума, люди перестали. Совершенно другое отношение к смерти, к войне, к терроризму. Это стало привычным, обыденным. И это, конечно, страшно. И когда мы говорим о конце цивилизации, то, может быть, это первые признаки, а может быть, уже и не первые признаки того, что этот процесс все равно идет. Как это ни страшно, и как это ни грустно. И сколько бы сил не применялось для того, чтобы обезопасить человечество. Но мир сошел с ума, и люди сошли с ума. И то, что происходит на Украине, вообще немыслимо. Потому что это так... Помнишь фильм тот самый Мюнхгаузен? Да, конечно. Помнишь, когда броневому говорят, что Англия объявила войну? Англия? И он сантиметром начинает глобусом. Это же рядом. Ну вот это же рядом. И меня даже иногда пугает то, что мы смотрим телевизор, смотрим новости, ужасаемся тому, что происходит. Ужасаемся этой информационной, как бы биполярной войне. И почти привыкли к этим новостям. То есть, ну так человек устроен, что мы привыкаем. Если ты ешь некачественную еду, то первые недели ты будешь бегать сортир, или тебя будет выворачивать. Но если больше 10 дней есть эту еду, организм привыкнет. И будет есть, потреблять то, чем... Понимаешь, да? Надеемся, что... Я думаю, что с точки зрения эмоций, мозгов, я с невероятной грустью, нет, не грустью, как бы тебе сказать... Печалью. Печалью и ужасом понимаю, что люди привыкли воспринимать негатив как составляющей ежедневной нашей жизни. Добрый день. Леонид Эрмольник дал интервью ТАСС, после которого наши светлолики обвинили его во всяческих идеологических грехах. Среди комментов там типа такой, наверное, свой театр хочет. Короче говоря, в трактовке людей с хорошими лицами он поддержал Ваню. Я Эрмольника знаю с танца 80-х. Он всегда был очень независимый, порядочный, честный человек с понятиями. И более того, свое мнение, когда у него спрашивали, излагал всегда четко. И я не вижу, чтобы он как-то менял свои позиции. Это очень сложный край. Всегда был очень сложным, всегда был очень разным. И если вы хотите услышать от меня, как бы я предложил решать этот вопрос, я бы предложил отдать западную Украину Австро-Венгрию, о чем они века не мечтают. Потому что там живут особые люди, которые все, что мы бы не делали, я имею в виду в данном случае Россию, Москву, или как они любят говорят, москалей, мы никогда их задобрить не сможем. И никогда не сможем объяснить им того равноправного отношения к ним, как ко всем остальным, кто с нами живет рядом. Это особые люди, это особый характер, это какая-то особая традиция передачи этого гена или этих хромосомок из поколения в поколение. Я не знаю, откуда она взялась, но я абсолютно точно помню, что когда я учился 10 лет, я уже был взрослым, в 10 классе, я не понимал этой ненависти и неприязни. Я не понимал ее природу. А вы ощущали это в детстве? Конечно, я много раз дрался. Вот, и один из первых переломов носа, это было тоже с этим связано там, на Украине, поскольку есть москали, есть жиды, есть негры. Вот, при мне парня, который учился в политехническом институте, черный, он ухаживал за местной девушкой, за студенткой. Его порвали на березах, на высоком замке, как в средние века. Вам кажется, что это, условно говоря, львовская традиция или это просто ваше воспоминание? Ничего не кажется вообще. Мне, в отличие от других, ничего не кажется. А верно ли я понимаю, что вам кажется, что Украина это запад и восток, и это совершенно две разных... Благодаря усилиям Владимира Владимировича и нашей заботе, и, может быть, даже нашим каким-то геополитическим интересам, если этот конфликт урегулируется, все равно через 5-7-10 лет он возникнет снова. Это особые люди, которые там живут, и поэтому мое решение было бы простым, если это поддержат референдумы тех областей, о которых мы говорим. Я думаю, что восточная Украина, она как бы готова и хочет быть с Россией. Крым. Я был бы счастлив, хотя сейчас тенденция того, что мы в этом не заинтересованы, не знаю. Я бы исправил ошибку Хрущева, потому что это была какая-то барская, дурацкая игра, когда Крым был отдан Украине. Это все-таки исконно русские земли. И как-то это и им будет лучше, и нам поспокойнее. Субтитры создавал DimaTorzok